Поверните голову направо, вы увидите Италию. Повернитесь налево, перед вами побережье Хорватии. Кажется, Словении оставили такой скромный кусочек Адриатики, что и говорить о нем не стоит. Но нет, стоит. Потому что эта часть страны полна соблазнов в том числе и для покупателей недвижимости. И еще, пусть я тысячу раз субъективен, здесь находятся самые восхитительные рукотворные панорамы в стране. 46. Всего 46 километров изрезанной линии. Вот и все Словенское побережье. 47. Тем удивительнее, что даже на таком пятнышке земли стоят непохожие друг на друга города и поселки. Вот, например, самый известный местный курорт – Порторож. Пятизвездные гостиницы, рядок бутиков. В конце октября никто уже не купается, но жизнь еще не замерла. Сегодня выходной, и целые семьи приехали в небольшую пляжную зону на отдых. Пляжи и приморские кафе отделены от спускающихся к воде холмов неширокой типично курортной дорогой. А за ней, на самих холмах и за ними уже другие пейзажи. Здесь еще больше зелени, дома с приличными по размеру участками и совсем нет туристов. Но это тоже приморская зона. Побережье Словении не ограничивается пляжной полосой. Всего в двух километрах от нее район, который мы называем Мини-Тосканой. И спрос на жилье в нескольких километрах от моря так же велик, как и прямо на пляже. На небольшом пространстве жилье в дефиците. Это естественно. Не то чтобы предложений здесь не было, они есть, но точечные и недешевые. И скорее всего не у самой воды. В Словении мало того, что береговая линия небольшая, так еще и непосредственно на первой линии жилья не так много. Сами славянцы живут вот в таких домах, ну это несколько сотен метров от берега. Ну и еще можно жить на холмах. Там очень красиво, там прекрасный вид. Но обязательно нужна машина, потому что иначе добраться до берега будет непросто. В тот момент, когда Словения стала независимым государством, тысячи ее граждан вдруг разбогатели. Я говорю о тех, кому посчастливилось жить на побережье. Перешедшие в их собственность квартиры и дома все без исключения ценятся сегодня очень высоко. Побережье в Словении небольшое. Спрос на жилье здесь экстремально высокий. Поэтому и цены соответствующие. Минимальная стоимость квартиры здесь составляет 150-200 тысяч евро. А за дом придется выложить 300-400 тысяч. Изола. Еще один город на побережье. У него свое лицо, хотя во многом он похож на порторож. Туристическая прогулочная зона у берега, а выше на холмах кварталы курортных домов. Владеют ими и сами славянцы, и, конечно, иностранцы. Большинство сделок проходят на вторичном рынке, так как получить у государства разрешение на строительство целого дома в этих местах очень трудно. Тем ценнее редкие исключения. Это недавно построенный дом. Он четырехэтажный, и каждая квартира занимает один этаж. Самая дорогая та, что находится наверху, из-за вида на море. Владелец квартиры на нижнем этаже имеет собственный сад. Средняя стоимость квадратного метра от трех до трех с половиной тысяч евро. Для побережья это весьма типичный объект. Качественный, но без изысков. В Словении даже в самом престижном месте не принято строить что-то особенное и невероятно дорогое. Особенным и дорогим любой дом сделает окружающая природа. Еще один город на побережье очень хочу вам показать. Тот, что я анонсировал в самом начале. На его центральной площади, возле памятника композитору Джузеппе Тортини, особенно чувствуется, что Италия совсем рядом. Большинство туристов тут из Рима, Венеции или Триеста. Пиццерии на каждом шагу. А итальянский язык наряду со славянским даже признан официальным. А называется этот город Пиран. У Зиньки улочки Пирана лучшее доказательство того, что туристическое Словение, она хороша не только своим морем, не только горами, но и рукотворными человеческими шедеврами. Нужно ли объяснять, почему тут теплым осенним днем душа разворачивается, а потом сворачивается? Прогулочные яхты, рядом залитые солнцем площади, а если подняться на несколько сотен метров вверх, то вы увидите и море, и старинный город, и замок. Разве что пляжи здесь небольшие, и зимой будет совсем пустынно. Жизнь на Адриатическом побережье Словении кипит не круглый год, а в сезон. Соответственно, и покупают здесь курортную недвижимость для сезонного проживания. Цены одни из самых высоких в Словении. Квартиры от 2,5 тысяч евро за квадрат, отдельные дома от 300 тысяч евро, виллы от 2 миллионов. Теплая осенняя суббота на побережье в Словении. Хорошо тем, кто живет неподалеку. Вроде уединен, но с другой стороны всего в 10 минутах езды. Хотя приехать сюда даже столичный житель может менее, чем за полтора часа. Ведь от Любляны до побережья 100 километров по магистрали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егора